Генеральный партнер проекта «Позитив» – мультисервисный портал в хабаре.ру Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли «Позитив» Психологи утверждают, что любовь к фруктам, особенно экзотическим, питают в основном авантюристы и эгоисты. Скажем, если в холодильнике у мужчины годовой запас яблок или груш, то он натура весьма сдержанная. А если он не может жить без тортов, конфет и мороженого, то его можно назвать очень даже эмоциональным человеком. Присмотритесь, если кто-то из ваших знакомых тоннами ест конфеты, значит он нуждается в дружеской поддержке и добром совете. Совет номер один – не зацикливайтесь на сладком, зубы будут болеть. Смотрите и не пропустите! Зубные имплантаты. Из чего они состоят, когда применяются и в чем их отличие от съемных зубных протезов? Профилактикой зубов нужно заниматься с самого раннего возраста. Эту прописную истину знают все, но не каждый посещает кабинет стоматолога хотя бы раз в год. Вот и приходится в 45, а то и 30 ходить с протезами, которые нужно снимать каждый вечер, а утром снова надевать. Либо соглашаться на несъемные мосты. Как известно, чтобы сделать такой протез, стоматологу приходится обтачивать два соседних совершенно здоровых зуба. При этом стоит отметить, что эти опорные зубы тоже недолговечны и со временем могут поражаться или расшатываться под действием нагрузки мостовидного протеза. Есть, конечно, и третий, более современный способ восстановления утраченных зубов, к которому все чаще обращаются пациенты. Это имплантация зубов. Суть методики состоит в следующем. Вот эта челюсть, косточка, в нее хирург делает отверстие, в отверстие ставит титановый цилиндр с резьбой, он его вкручивает туда, зашивает все сверху слизистой оболочкой. Проходит от двух до трех месяцев, имплантант приживается в челюсти и пациенту ставят формирователь десны, заглушечку. С этим формирователем пациент ходит еще три недели, потом он приходит к ортопеду. Мы вкручиваем в имплантант вот такой аббатмен, то есть аббатмен это опорная часть, на чем стоит коронка, и техники нам делают на этот аббатмен вот такую коронку. И получается такой красивенький зубик. А если сейчас составлять вот этот имплантант, вот этот имплантант, то вот какой настоящий имплантант. Для сравнения. Да, вы можете взять его в руки. Вот это тот имплантант, который мы ставим человеку в челюсть. Специалисты утверждают, что все имплантаты практически приживаются. О процедурах установления совершенно безболезненно. Но в тех случаях, когда пациенту предстоит вживление сразу нескольких имплантатов, то можно прибегнуть к помощи анестезиологов. Может быть, можно это сравнить с операцией удаления зуба. Скажем, операцию сложного удаления. Таким образом, в принципе, то, что проводится эта операция пациентам в амулаторных условиях, уже говорит само за себя. По наблюдениям врачей, пациенты обычно приходят к протезисту через 10-15 лет. И лишь для того, чтобы заменить коронки на имплантатах. Снять старые и сделать новые, более подходящие по размеру и цвету. Очень часто приходят даже уже люди возрасте, бабушки, дедушки, которые не хотят иметь съемный протез при наличии концевых дефектов. То есть ставим импланты там в зависимости от состояния кости от всего. То есть мы ставим импланты, и они ходят уже с несъемными протезами. Вот как в данном случае, вот можно здесь вот посмотреть. То есть концевой дефект уже давно стоит. Павел Дмитриев и Василий Николаев протезированием и имплантацией зубов занимаются не первый год. За их плечами регулярные стажировки как в России, так и за рубежом. Буквально на днях они вернулись из очередной поездки в Германию, где были на всемирной выставке стоматологов в городе Кельне. Эта выставка проходит раз в три года. На ней представлены где-то больше 200-250 фирм, 50 стран мира. Мы ездили по приглашению нашего коллеги проверить свои навыки, свои знания. И пришли к поводу, что мы ничем не уступаем нашим европейским коллегам. А кое-где даже, мне кажется, мы даже где-то их превосходим. Красивая улыбка – это прежде всего здоровые и крепкие зубы. Кому-то это достается от природы, остальным же придется над собой поработать, чтобы достичь желаемого результата. Так что улыбайтесь на здоровье и помните – все в ваших руках. Все испытать и проверить на себе задачи не из легких. Но очень хочется стать первобытным Прометеем. Хотя бы на несколько минут. И узнать о том, как древний человек добывал огонь, не имея при этом ни спичек, ни зажигалок. Или, скажем, как он спасался от разных недугов. А может быть, он вообще не болел? Они, конечно же, болели, но у них было намного меньше инфекции, например, как у современных людей. Не было у них такого пищевого стресса, как, например, сейчас многие врачи отмечают, что действительно пищевой стресс у каждого поколения по-разному. Например, если в эпохе неолита мы этого не можем заметить по останкам для них людей, что калийца у них практически не существовала, то уже в Сынникове мы видим, что древние люди уже, зубки их портятся. То есть, разумеется, пища меняется, они начинают заплетать что-то новое, не очень полезное для своего организма. Туберкулез, конечно, существовал и в древние времена, но он был меньше выражен. Очень мало находим останков, где действительно на позвоночнике есть признаки туберкулеза, что когда-то он был. А сейчас это очень распространенное явление. Ну, конечно, много с червями очень боролись, потому что изначально, когда огня у человека не было, он питался сырой пищей. Потом уже с добычей огня, конечно, пища стала более здоровой, полноценной. Вот, и он, разумеется, стал жить дольше даже, лет на пять, на десять. Есть современному человеку вообще чему поучиться? Да, конечно, это, во-первых, стрессоустойчивость, наверное, должна быть, потому что в современном мире это очень тяжело. Постоянно мы встречаемся с каким-то стрессом, который нас настигает, да, это в плане работы, это в плане личной жизни какой-то. Но для меня у человека этих стрессов было меньше, поэтому они были, разумеется, меньше. А что он делал? Пел песни, шаманил, что ли? Он пел песни, он танцевал, они собирались, рассказывали в кругу своих родичей какие-то легенды, да, сочиняли какие-то сказки, стихи, рисовали на стенах скалы и пещер. Вот вам еще один мудрый рецепт, как избавиться от стрессов в эпоху скоростей. Шкуру лисы или голову волка надевать не обязательно. Можно просто посидеть у костра, послушать тибетские мантры или погадать на ракушках. Почему бы и нет? Чаще гуляй, дыши свежим воздухом. Вижу большие дела и очень хорошую передачу. Будь со своим коллективом, удача никогда не покинет тебя. Старший научный сотрудник экспериментальной археологии Виктор Сафонов в роль шамана входил около года. В его программе такие театрализованные сюжеты, как охотничья заимка, семейный очаг, первобытный театр. Знаете ли вы, что лучшей защитой от злого духа является древняя волшебная краска, которую мы наносим на наши лица? Загадки древности манят. Они о многом говорят. О научных открытиях, о парадоксах далекого прошлого и о том, что называется музеем археологии. Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли. Позитив. Генеральный партнер проекта Позитив мультисервисный портал в хабаре.ру Спонсор проекта – клиника семейной стоматологии. Телефон 331-235.